СДЕЛАНО В ВЯТКИ Мы хотели продолжить тему, поднятую в программе «Сделанная в Вятке» 18 мая. Мы говорили о том, как наш город приходил в себя, как восстанавливался после Великой Отечественной войны. Все это было приурочено ко Дню Победы, я имею в виду передачу «Сделанная в Вятке». Вот сегодня продолжаем. Много интересных тем мы там затронули. Евгений Альбертович говорил о том, что вообще в исторической науке вот этот период непосредственный послевоенный, он недостаточно освещен. Как-то принято считать, что сразу после Великой Отечественной страна начала отстраиваться. Ну да, даже не столько в исторической, а в местном реведении сразу. На местном материале у нас здесь. Читаешься справочные и от анналы. Война закончилась и дальше восстановление хозяйства, новостройки и все. Но вот годы довольно сумрачные, конечно, были. И разгул преступности, и разгул беспризорщины в том числе. Преступность еще, она и не самый разгул был после амнистии в 53-м, то есть уже 54-м. После смерти Сталина. Мы до этого дойдем. В тот раз мы остановились где-то году в 50-м. Сегодня мы снова начнем с 50-го года и дойдем, но я планировал до... До середины 50-го. До 55-го, но если не успеем, до 53-го хотя бы, потому что год знаковый. Очень сильно все поменялось, и потом уже было веселее, и все-таки была движуха и в плане индустриализации, и в плане общественной жизни. В общем, сами понимаете. Ну, с приступим. Ну, поехали в 50-й год. Снова времена, конечно, были сложные, суровые. Вот, хотелось бы меньше негатива, но... Но без него не обойтись, к сожалению. Вы знаете, от войны все-таки и устали уже. Там, опять же, я процитирую все того же Владимира Семеновича к 50-му году. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся, отревели. Надо было как-то дальше жить, но война всем уже нас кучила, приелась. Это повторялось вот то же самое. Очень хорошо было в фильме про Есенина, когда уже в 20-е годы освистывали Мэй Овсева, потому что он там шагом-шагом расстрелять призывали. А хотелось Есенина, хотелось Лири. И вот точно так же. К 50-му году уже не хотелось песен про войну, уже хотелось чего-то веселого. Вот, потому что весь мир, действительно, чтобы забыть эти тяжкие времена, он... Смотришь, он со страшной силой веселился. То есть на Западе развивался и шоу-бизнес, ставились веселые комедии. Ну и у нас потом к этому пришли... А, кстати, к середине 20-го века образ нового-то врага, оплота империализма в виде США, он созрел уже? Ну вот, было после Фултонс речи, конечно, холодная война официально начинается. Но к 50-му году, если одним словом охарактеризовать жили, то это можно сказать страх. Ну, во-первых, перешла горячая война в холодную, враг появился, империализм, жизнь плохую оправдывали тем, что все деньги, все силы уходят на создание атомной бомбы. Создали, напомню, в Советском Союзе ее в 49-м. В 49-м году создали, вот, и готовились к войне. Нет, потом уже позже были испытания, вот эта операция Снежо в Свердловской области, когда Жуков взорвал атомную бомбу и сразу же бросил солдат через зараженную местность, там сколько, десятков тысяч погибло. Ну, вот, видимо, так и хотели воевать дальше с империализмом, то есть сбрасывать бомбу на Европу атомную и бросать в этот прорыв на зараженную местность тан и пехоту. Видимо, все о фильме, позже у Стругас их было в обитаемом острове, только что не догадались тогда эти облучатели сзади посылать. В общем, в нашем городе, в Кирове, обо всем об этом было известно, и обстановка была такой вот. Ну, известно было, но к тому же нагнетало. На предприятиях города снова собирались митинги, снова шмарили там их-то наймитов империализма, безродных осмополитов. Особенно в 50-м году уже начиналось дело врачей-вредителей, и действительно много очень рови попортили. И просто врачам это ждали, что вот они подсыплют там яду, заразят путем привива или при заборе рови, или толченого стекла, или бритвенные лезвия. А если врач особенно был какой-то известной, скажем так, национальности, то это вообще беда. Эти были прямые оскорбления, увольнения с работы, вот все это 50-й год. И все это в том числе в Кирове. Очень хорошо описано об Овове в романе. Вот этот период, не про Иров, правда, но все доводили до самоубийства людей. Либо, если не доводили, то потом приходили и извинялись, приносили торты, что сосед извини. Вот, но такое время было, мы ж не знали, что врачи оказались невредителями. Вот эти торты выбрасывались в контейнер. Ну, это вот фон такой был жизни. При этом, конечно, я говорил тогда еще, что пить стали в 50-м году больше. Хотя талоны отменили на пропитание в 47-м, но изобилия товарного не стало. Вот все говорили, что бомба-бомба строится. Вот 9-го мая не был, не был, конечно, праздником. Потом вот... Ну, обширным, в смысле, да, государственным праздником. Воспоминания приходили и все это. Ну, а что было в городе в 50-м году? Ну, в соцсоревновании участвовало более 90% рабочих. Да, это с войны еще повелось. Вот событие было в деревне Ладейно. Счет Инского сельсовета состоялось от Рытия Бюста. Дважды Героя Советского Союза, Онева, маршала Онева. Вот музей, видимо, позже, но Бюст сделали. Ну, и не все-таки было. Что-то жизнь продолжалась, надо было элементарно. Еще до всех их там внеозов и факультетов охотоведения в 50-м году в Ирове началось... В Ировской области, точнее, началось расселение андатры. Знаменитая Мария Исаакова повторно после 48-го года стала чемпионом эмира по скоростному бегу. Ей дали квартиру в доме ЭВД, вот дом Чаиста, вот она там жила, видимо, за объекты. Хотя, действительно, атастрофа была и с жильем в 50-м году, это три с небольшим метра на человека, но тем не менее. По сравнению с военным временем немножко увеличили? Ничего не менялось. Все такие же дома, которые они ремонтировали, деревянные, с 17-го года. Вот зато открылся лесопромышленный техникум, который тогда еще был в деревянном здании барочного типа, но на улице Арламар Сабарата, ой, стоял. Это на месте нынешнего лесопромышленного колледжа, да, мы имеем в виду? Да, да, да. Нет, не на месте он стоял, он ближе гораздо, он был, вот, где общежитие, вот, у ВятГУ, вот, бывшего политеха, вот, на углу Герцена. А! Вот там был барат, вот техникум, а потом уже техникум, но в 50-м году планировался уже 72-х квартирный дом на улице Арламар со школы, аж на 280 мест в Вятских полянах. Была школа спроектирована в поселке Лепсе, аж на 400 учеников, и возводятся объекты, вот, первые послевоенные, уже солидные, монументальные, это дом художника, ну, известный худфонд, вот, где сейчас на свободе. И также в 50-м году надстраивается на два этажа школа номер 22, вот, нынешняя гимназия, вот, и вот уже спроектировано здание техникума Арламарса, а также трибуны стадиона «Динамо». Динамо. Тогда еще были деревянные, если есть знаменитый, вот, жаль, что нет фотографий, вот, нет возможности слушателям показать все это, конечно. Ну, фотографии-то есть, просто продемонстрировать нет возможности. А если зайдут в интернет, и вот даже на сайте одноклассников есть группа, называется «Фото, видеоархив», и там буквально вот позавчера выложили фотографии города Ирова военного времени, вот, даже писались книги, вот, я участвовал, «Ировчане в годы войны», мы не могли найти этих фотографий, а там под ним Евгений Вяз, и он выложил очень много, большой подбор, если кому интересно, можно посмотреть. Ну, вот, 50-й год мы завершим, нельзя, нельзя все это обойти трагедию 50-го года. К тому времени, все это, и у нас, вот, даже 5 лет после войны, и в Ирове были толпы инвалидов без рук, без ног, там, вот, если привести статистику. Которые попросили, просили, которые милости, ну, не давали. Да, и просили, и, да, приставали, песни пели, не все они были там трезвые, все. То есть, инвалидов было демобилизовано из армии к тому времени 2 миллиона 576 тысяч человек, из них было 450 тысяч одноногих, или одноногих. Вот, в 50-м, уже, ну, начиная со столицы, с крупных городов, инвалидов сюда и собирали. Ну, инвалидов, конечно, у тех, у кого не было, семей там, которые нищенствовали, попрошайничали, и отправляли их вот в такие закрытые учреждения. Самый печально известный, это был, ну, не знаю, как его назвать, приют для инвалидов на острове Валам, где вот знаменитые без рук, без ног, самовары. И в Ирове тоже начали исчезать инвалиды всегда, и их вычисляли, и вот отправляли за глаз подальше. А каким образом это происходило? Их где-то так вот аккуратно, без глаз, что называется, брали? Жить, да. И увозили, переправляли. Примудительно отправляли оттуда режимные учреждения, оттуда, в принципе, сбежать даже. Ну, я надеюсь, сначала изучали все-таки материалы-то, есть родственники у этих людей, нету? Да, тут тема, если ее развивать, то она, конечно, может занять все эфирное время. Ну, а-то я говорил, что все-таки весь мир старался отойти после войны, и у нас пытались что-то такое создать. Жизнерадостное и веселое. В 50-м году появился фильм «Убанс» «Заи», или «Заи», там про «Заи», наверное. И все песни из которого стали народными. И в 50-м году люди верили, что где-то, еще верили, что где-то есть яркая, сытая и веселая жизнь. Фильм появился в новое время. Ну, это чуть попозже. Вот если бы снимать, конечно, у нас фильм по сценарию «Назад в будущее», то вот прилетел бы кто-то из 88-го года. 85-го, по-моему, в фильме. В 52-й, 53-й, то это была бы не омедия, а трагедия. Ну, можно было бы снять омедию положения. Ну, представьте, человек в каком-то, в джинсах, в кроссовках, в оранжевом жилете, что-то, ну, кто бы он, уда бы он пришел, в пивную на рынке, на Октябрьском, там, или куда-то в рабочую столовку, или в школу, ой, джаз-бент, на гармошке бы наяривать, там, чего-то. Сразу бы вычислили, настучали, арестовали, в участок бы прессинг, все бы сдал бы, и машину свою, где находится, и чего-то, чего-то. Нет, сначала бы исследовали на предмет вменяемости. Да, шпион какой-нибудь там страны Индии, и быстренько бы там куда-то бы в расход расстреляли, в общем, если реально представить. Какую-то невеселую картину, Евгений Леонидович. Ну, да, да, да. Рисуете серую, унылую. Ну, в Кубанских казах очень была жизнь веселая, зато вот яркая. Ну, 51-й прожили, слава богу, тяжелые 50-е. Ну, да, вот для сегодняшнего человека, действительно, если вот переместиться в 51-й вот это, на другой планете, жизнь была бы. И хотя еще одета ГУЛАГ, не знали же тогда люди вот масштабов ГУЛАГа, оль, а там что-то знали, что кого-то забирали, там родственников сажали, а снова в 50-м году брели. Но в Москве уже, уже в Москву начали преобразовывать вот грандиозный строй и начались, разрушались старые улочки, старый Арбат пробивали проспекты. Пленные немцы строили высоту у МГУ, Сталин лично утверждал высоту шпиля. У нас, конечно, немцы пленные строили в это же время объекты. Ну, вот один из известных, это старое здание, родина на Лепсе, строился огромный клуб, это недавно... Оно на месте нынешнего дворца или... Ну, немножко был он, если смотреть с фасада, то немного он был левее, глубже туда, вот от улицы от Октябрьского проспекта, это же вдоль. Он был обширный, был ирпичный дом, недавно всплыли интересные факты, что, оказывается, немцы не просто строили, а чуть ли не вредительствовали, они там не закрепили. И это бал, и уже после войны это все было, видимо, проверки установили, что все это здание может обрушиться. Вот, может быть, стояло бы оно еще бы там сто лет, а так вот было все очень хитро сделано, то решено было его снести. Это в каком году? В 70-е. В 70-х уже? То есть, где-то его сносили, наверное, я уже из армии пришел, это год 78-й был, тогда уже начиналось строительство нового здания, я вот участвовал в тушении пожара, вот еще старые руины этого дома культуры. Ну, масса немцев уже пленных, конечно, большинству отправили к тому времени, у нас было 11 лагерных отделений в Ирове для пленных немцев, а уже к 50-му году считалось, что остались не просто военно-пленные, а военные преступники. Ну, а военные преступники там вызывали, надо было рабсилу, ну, сами понимаете, надо было рабочие руки, там чего-то, нельзя было сразу всех отправлять к 50-му году, поэтому то ли там заставляли что-то немцы, который по-русски не понимал подписывать бумагу, то ли вынуждали, то ли запугивали. Если он подписывал, что участвовал там в расстрелах и т.д. Поэтому он считался военным преступником, поэтому уже в 50-м году не военно-пленные, а военные преступники. И пацаны бежали там по улице, к примеру, Ирова, отдавили Олону немцев и говорили, дядень военный преступник, там давайте на ножи, там две артофелины поменяю или что-то вот такое. Строили, и вот сейчас, ну, я привел, конечно, одно здание. Но стройки еще были. Много-много, и дом советов, в 49-м удостраивали. Вот, в 51-м все это и продолжалось, и было начато еще до войны асфальтирование центральных улиц города. Твердое открытие получила улица Ленина, вот на удивление, хотя ряд кварталов еще до 17-го года был замощен брусчаткой, я даже вроде помню эту брусчатку. Ну, вот, в 51-м асфальт проложили, и на улице Ленина было открыто сквозное движение, видимо, тогда настолько было плохо, что, я полагаю, что это в южной части, и может где-то в самой северной там. Уже потому, что ведь туда, если идти за улицу, там, труда, то это практически были небольшие деревянные дома-бора, и вот, возможно, там была не проезжая. Вот, я не нашел уточнения, но, тем не менее, Ленина в сентябре по улице 51-го года пустили троллейбус номер 2 маршрут. Я говорил, что в 49-м году были списаны вот эти ленинградские легендарные троллейбусы фанерные серого цвета, назывались они ЯТБ, Ярославский троллейбусный завод, а появились новые лайнеры по тем временам, очень респектабельные, сделанные с помощью нашего авиационного инженера Лейферова Еремия Семеновича, вот, слизанные с американского автобуса General Motors. У нас появились вот эти желто-синие троллейбусы МТБ-82, которые ходили с 49-го, аж до 72-го года. Маршрут номер 2, первый троллейбусный. Маршрут номер 2, первый троллейбусный. Номер 2, 51-й год, на Ленина заасфальтировали, сделали логично. Ну, конечно, не могу обойти очень знаковое событие. В 51-м году был построен большой 90-метровый трамплин в Ирове. Война войной. Который тут сносить вроде как собрались. Атомная бомба, атомная бомба, а трамплин построили. Потом, конечно, предки вот этих строителей разрушили, а сейчас, говорят, вообще его сносить собираются. Но это был один из первых трамплинов в Советском Союзе. Как, кстати, он насколько быстро начал использоваться? Да сразу же. Сразу же, да? Соревнования всесоюзного масштаба. Столько было заводов, столько было людского ресурса. Тогда же строили всем миром. Я думаю, что построили, участвовали, облагораживали территорию. Ну, и вообще спорту придавалось значение. Начал, вот сейчас я даже не скажу, где это было. В 51-м году начал деятельность Ировский областной врачебно-физкультурный диспансер. Диспансер создан, не поверите, для наблюдения за здоровьем и лечения спортсменов и физкультурниев. Какая цель. То есть инвалидов куда-то на валам, а тут создается диспансер для лечения спортсменов и физкультурниев. А где находился? Парадоз. А вот не знаю. Парадоз и времени. Может, его переименовали потом в чего-то. Ошибся. В 51-м году были списаны два последних фанерных. В 49-м основная масса была. В 51-м их было восемь, десять потом даже. Ну, восемь ходили в основном. А вот в 51-м с номерами были 3 и 5. С 43-го года они ходили по улицам. Конечно, все уже были. Ну, опять же, не хочу на троллейбусах зацикливаться. Мы отдельные программы посвящали этим. Общественному транспорту и развитию в нашем городе. Да, были у нас темы. Ищите, слушатели, между прочим, архив программ на сайте эхокирова.ру. В прошлой передаче я говорил о несчастных этих учениках ФЗО, которые бежали. Но, опять же, это ФЗО, фабрично-заводское обучение процветало. Это предтеча будущих ПТУ. Вначале назывались ремесленные училища, потом школы фабрично-заводского обучения. А учеников называли фабзайцы. Вот если кто-то забыл, потом они стали ПТУ «Помоги тупому устроиться», а потом стали колледжами. В современной уже России, да. Да, и чем-то таким. В 1951-м открыли школу ФЗО при заводе ОЦМ, аж на 200 человек, и обучали 6 и 10 месяцев. Нынче профессиональный лицей, номер 18, наверное. В этом же году, в 1951-м между драмтеатром и зданием, между драмтеатром и прежней частью «Эрла Мороза» закончили строительство нового сквера. Вот где нынешний Шаляпин, вот там же. Поющий вроде как Федор Иванович. Да, в сентябре пытались там уже... Ну, площадь-то была маленькая к тому времени. Еще, вот, где сама театральная, вот, асфальтированное поле, там были дома, улицы, лужи, лужи, свиньи, лужи, все. А потом вот начали сносить. Ну, чем занимались в городе? Да, вы эти интересно. Конечно. К тому времени. На заводы, хотя вот масса была заводов, может быть, там люди, которые были эвакуированы с предприятиями, они и планировали на родину куда-то уехать, и в Ленинград, и что. Ну, вот, знаете, прижились, остались, хотя жили в Бара, еще в 51-м были насыпные две дощатых стены, между ними шла земля, насыпалась, вот, представьте, в 51-му году за почти 10 лет после войны все это осело, вся земля продумана, ну, жили, еще не сносили. И поэтому, тем не менее, вот на заводы люди шли, и считалось туда престижно попасть, потому что вообще вот проблема была, хоть и безработных в СССР не было, но куда-то на хороший завод, где сейчас говорят... А много было альтернатив, простите, если не на завод? Артели вся, и это мел, и энтор, и где у завода была своя столовка, там перспектива... А, спецодежду выдавали? Да, не выдавали. Не выдавали пока еще? Поэтому особым шиком было идти с завода, не переодеваясь в промасленные спецовки, вот, пусть все видят, что я человек рабочий. Очень гегемон этим. Ну, зато интеллигенция обитала в студенческих, в перенаселенных, голодных, зато веселых студенческих общагах, вот, в частности, общага знаменитая сельхозинститута, тогда еще не Адемии, на Октябрьском проспекте, вот, возле военного города были общаги Пет-института, вот, очень хорошо представить жизнь, конечно, уже. Военной формы стало меньше уже через шесть лет после войны, но, опять же, на всех одежды не хватало, поэтому на свидание, комнаты, наверное, были на шесть, на восемь, конечно, ну, все тесно жили, а что студентам? И отправляли все комнаты на свидание, у одного человека брало штаны, у другого пиджак, у третьего, там, рубашку, шляпу, ботин, если были потертые, там, жевали сахар, плевали на этот ботин, растирали, получалось, да, чуть не лаковое. Ну, это мы про юноши говорим, я думаю, что у девчонок тоже было нечто подобное. Ну, с Достилягой еще живет год, с Достилягой еще там пять лет, но, тем не менее, вот, начали печатать, если увлекались у нас до войны, в основном, юношество читало там Майнрида, там читали Вальтерс Отто, то уже 51-му году стали думать о будущем, уже, конечно, ходили слухи о осмосе, вот, поэтому начала печататься фантастика, в частности, поля лям, там, и другие тема, вот, была очень популярна. Евгений Альбертович, я прошу прощения, небольшой рекламы сейчас у нас будет, и мы продолжим после нее. Напоминаю, что тема сегодняшней программы, сделанной в Вятке, это развитие нашего города, жизнь Кирова и Кировчан в послевоенное время. Вот, предыдущая программа, которая выходила 18 мая, была посвящена непосредственно первым послевоенным годам, ну, а сегодня мы стартовали уже с начала 50-х и продолжим через полторы минуты. Сделано в Вятке. Продолжаем наше общение. Евгений Питонин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Ну, что, 50-е и 51-е годы? 51-е. Да. Мы погрузились в 51-е годы. Вкратце прошлись немножко. И вот мы долго блуждали, целых полчаса в эфире по 51-му году, поэтому проголодались. И вот, знаете, если вы на заводе не работаете, там, у вас нету талона в столовку, то чем питались в основном? Была вот еда популярная, а мурцовка называлась. Еще раз? Мурцовка. Мурцовка. Надо запомнить. То есть это в кастрюле решилась вареная ртош, редька, соленые огурцы. Все это заливалось васом, там, ну, если хрен был, добавлялось. Вот, и вот эта ложь, и вот эта еда елась, в принципе, питательная, ничего вредного. Их генно-модифицированных продуктов. Но без мяса, простите. Ну, да, я бы, ну, может, вот, а там что-то, но у студентов мясо, конечно, было не ежедневно. Даже на свадьбах там, в принципе, особенно студенческие свадьбы, это таз винегрета на всех, вот, что-нибудь, что удалось достать. Селедка, может, редко что-то. Ну, и хотелось же, опять же, что-то светлого, что-то лирическое. Люди влюблялись, люди там гуляли по городу. Для гульбы была улица Муны тогда, вот, отябрьского еще не было, поэтому пары целовались. Точно так же, как нынче цвела у нас там черемуха, потом сирень расцветала. Это было, вот, надо было проводить время, несмотря на то, что РГОМ там полный мрак во всем мире. А где, кстати, гуляли-то? На каком участке Московской? Все так же, как и до революции от Ленина и, соответственно, на запад. И вниз туда, на набережной тоже, что там на набережной. Пометник Сталину был в конце, вот, улицы Муны его, там, в 56-м только убрали. Кстати, бум рождаемости-то продолжался в начале 50-х? Или как-то трудно об этом говорить? Бедная жизнь и ограничения, вот, по жилищным условиям, 3,68, да, через запятую метра, 3 с небольшим на человека, они, в сущности, не очень, ну, приехали, конечно, бросились друг к другу в объятия, определенный бум был, но вот социальные условия, они не очень-то. Хотя, наоборот, вот, там, не замечаешь, что там, чем порой, вот, в наше время, чем хуже условия, тем семья больше, где-то там, особенно в сельской местности. Ну, это такой пик, это уже, там, научные, это, и, знаете, вот, погрешности больше, меньше. Послевоенный пик, безусловно, отмечался, но в 51-м молодежь гуляли еще под гармош учащих в 51-м году. Реже гитара уже была, пластин излушали на патефонах, также ставили патефоны на пластин, если кто помнит, были. Хрупкие, шелачные, бьющиеся, вот, любили еще привезенные запрещенных исполнителей, типа того же Петра Олещенко, привезенные, видимо, вот, демобилизованными солдатами из Европы, вот это. Хотя Вертинц и в 51-м году уже жил и гастролировал в России пластин, интересно, вот, Вертинц в 51-м печатали в СССР, но не продавали. Правда, их отправляли за границу, видимо, там, это и поэтому... И они каким-то образом появлялись здесь. Появлялись, народу хотелось нового и радостного. Ну, вот, знаете, вот, песня о войне, вот, большинство того, что сейчас рутят, вот, 9-му маю, это, честно говоря, попса. Такой же попсой, вот, я считаю, и вот этот, про десантный наш, там, ударный батальон, хотя... Белорусский вокзал. Да, там, если, хотя и уважаемая Уджава, но, тем не менее, эта цыганщина от медленного ритма к быстрому, едва там огонь угас, там, другой, ну, не бывало такого, всегда отводили после боев на отдых. А три самые пронзительные песни военного времени, вот, которые уже невозможно было 51-му слушать. Это первое, это «Враги сожгли родную хату», вот, она по напрягу, по элитризации, это «Журавли», конечно, это тоже песня из 50-х, и «Серёжа с малой бронной». Её даже запрещали, запретили и не давали в эфир, почему, вы знаете, да, потому что при первом исполнении в зале разрыв сердца случился там у человека, видимо. То есть, реальный случай, трагедия. Ну, хотелось, конечно, отвлечься вот от этого, поэтому, вот, весёлые песни там были, и это, и в 51-м, конечно, снят мультфильм «Ночь перед Рождеством», вот, не поверите, надо же, вот, до сих пор я его смотрю, ну, почти Дисней, и трудно сказать, что вот в такое время было это снято. Но смотрели, конечно, может, и на театрах, и «Ночь перед Рождеством», телевизоров-то ведь не было. А вот не поверите, уже в 51-м году у нас там, конечно, стали продаваться первые телевизоры ВН, ВН 49-го года разработаны. Это не клуб весёлых и находчивых, я понимаю. Это «Энексер», «Варшавский», «Лаевский» и «Три инженера», которые изобрели. А в США уже в 51-м году это цветное телевидение, уже цветное, уже первый компьютер был, вот, всё такое. Ну, а в 51-м году город плачет не под военные песни, а плачет под уже эти мыльные фильмы, самый классический был, ну, до этого были и трофейные фильмы, всё, 51-й, это, конечно, классический лента индийского «Ино», это бродяга «Радж», вот, маленький человек там, и поэтому из окон даже слышались пластин, и потом из фильма продавались, и из деревянных домов звучало. В 51-м году «Бродяга я», «Бродяга я», «То нигде не ждёт меня». Всё, поехали дальше. Подожди, я не в курсе, я не в курсе, то есть фильм производства Индии, переведённый на русский, и, соответственно, русскоязычная композиция. Для нас, да, он был озвучен, и песня была, она есть и на индийском, а вот слова подобрали, но это по типу того, этот самый, Ир Уров, это пел «Адам», вроде на русском, а песня, вот так же была «Бродяга я», я эту песню помню. Вот, куда корни-то уходят, этого безобразия современного. Есть пластин, ну, повеселее, вот точно до 53-го доедем. Доедем, давайте, у нас 7 минут остаётся. Пережили мы Новый год с 51-го на 52-й под таз винегрета, под эту самую водку, а вот была сургучная головка, это берёшь вилку, тяжёлую такую вилку, советскую железную, и обступиваешь эту водочку, вот так, вот сургуч отпадает, и всё, и можно раздавать. Сейчас мы не занимаемся пропагандой ни в коем случае. Сурганёная стакана, а что делать, мы в том времени, мы тогда занимаемся. Ну, в 51-м, начался 52-й год, открылся швейный техникум, надо было одеваться, конечно, по остаточному принципу, всю эту лёгкую промышленность делал. Но, тем не менее, швейный техникум, вот он до сих пор есть у нас вот где-то на углу Дериндяева и... Дериндяева, и сейчас он не швейный, там уже занят, Дериндяева и Пребреженская, там в глубине. Был создан отдел сторожевой охраны ИРОС и области, это будущее у нас, видимо, управление вневедомственной охраны. Вот инвалидов-то куда брали, что тут, конечно, все фронтовиды, и оружие привычное в отдел сторожевой охраны. А троллейбус на пар в 52-м году переехал в собственное помещение на филе МШСД, он был на Степана Халтуре на два, и часть была на Московской, где возле пожарной части, где медтехник. Степана Халтуре на два, это сейчас непосредственно ближе к Александровскому саду. Да-да-да, там и разворачивались троллейбусы, а тогда все-таки заасфальтировали вот эту несчастную улицу, которую еще перед войной начали облагораживать, вот Филейское шоссе. Вот, и вот событие было, грандиозное событие у нас, конечно, в 52-м году, нельзя его не обойти. Это была для многих местных трагедия года. Это в марте 52-го года Сталин назначил 43-летнего Александра Пчеляова первым секретарем ОМА в ЭПБ. Вот Быов, он, это, видимо, не шат, а не вал, а все-таки была войну сильная личность Луянов. Вот, про Быова, ну, тоже можно много всего сказать, но вот он, конечно, вот эти сумрачные годы правил 50-е, а в 52-м вот такую фигуру Пчеляова неоднозначно. Это был самый, видимо, такой крупный скандал в советской истории с руководством города. В предыдущей был снят первый секретарь за недостатки руководства. Интересно узнать, какие. Он был очень властный, фигура авторитарная, в противовес ему из Москвы прислали не Эва Буеверова на должность председателя ОМА. И вот они лбами столкнулись, и оба, значит, кто круче победил Пчеляов, видимо, Буеверова, отозвали из Ирова. Это тут же первый секретарь Пчеляов сгонаил всех чиновников, которые выступали против него. Но лучше бы он этого не делал, потому что один из уволенных написал лично Сталину письмо, которое написал о том маразме, который в Ирове творится, о чистках, которые начались. Пошли разговоры об избиении адров, хотя адры вот в том же Ленинграде, там, начиная с Узнецова, избивались еще, господи, боже мой, а тут. Но диктатор с Эзомаш и Пчеляова местная элита не приняла. Ну, не знаю, но говорили, что были и позже там с диктаторскими, и Баатин с диктаторскими. Но на фоне Пчеляова они, конечно, эти были вегетарианцами. В ответ из Москвы прислали опять сильного председателя. Был спал Ома Сафронова и еще там Эва Санина. И, типа, началось противостояние, из-за этого там дела не делались, мало чего решалось. И, тем не менее, Пчеляов всех подмял под себя, вот, водил про него тут очень много написано. И до 61-го года вот он здесь правил, а потом был снят с должности, выведен из состава бюро за допущенные серьезные ошибки. Ну, в руководстве сельским хозяйством на самом деле ошибки были у него во всем. Вот, и, тем не менее, с 52-го года, я бы не сказал, что ошибка повезло у нас, с губернатором, как бы сказали, с сельдерами Ома, вот такая фигура была. А в школах, в школах было в 52-м году еще раздельное обучение мальчиках и девочек. Вот, были школы для, отдельно для девочек, и вот мне еще бывший мэр города Анжели Михеев рассказывал, он учился в школе для мальчиков, и они ходили там на танцы, на танцевальные вечера или на какие-то мероприятия в школу для девочек. Пытались познакомиться, и знакомились, вернее. Да, вот это, наверное, ничему не приводило, не было опыта общения с противоположным полом. Ну, тем не менее, под старые советские песни вот так же, ну, не так все сумрачное было, начиналась борьба с осмополитизмом, поэтому в 53-м году, опять же, вот появилось еще стиль акта, не очень было, а с музыкой уже боролись под видом борьбы с осмополитизмом. Вот эта фраза сегодня, он играет джаз, а завтра родину продаст, или там от сафона до ножа один шаг, это из 53-го года. И даже довоенная, вот не поверите, даже довоенная пластин и Утесова порой боялись ставить на вечеринках, вот, потому что это джаз, а джаз уже гнобили в 53-м году, вот, под флагом борьбы с осмополитизмом. Игорь Григорьевич, да, мы сейчас немножко забираемся уже в 53-й год, но полноценно я предлагаю все-таки продолжить уже в следующей программе, да, дальше по хронологии пройдем, давайте анонсируем, что мы еще чуть-чуть, на чем поподробно остановимся уже в следующей передаче. Ну, 53-й год, знаковый год для страны, 5-е марта, смерть Сталина. Да, и у нас события были, вот, и мы послевоенную эпоху завершим в 55-м, потому что это и грандиозная стройка у нас в городе, это и перемены жизни, фактически, ведь вот за эти вот годы с 45-го по 52-й мало чего менялось, отдельные дома, там техникум, трамплин. Масштабного, личного строительства не было еще, не было ничего. А вот мы дойдем, видимо, сюда, и знаковый год, это, ну, опять же, цитаты похороны Сталина, первая про Талина, и Целина, и Крым в составе Ураин из 54-го года, и строительство проспекта. Вот следующая передача, это будет 53-й, 55-й, чтобы не торопясь, я, наверное, еще немножко и расскажу, что вот нельзя отдельно историю города говорить без истории страны, без истории мира хотя бы чуть-чуть. Вот я упомянул, что и цветное телевидение, было и компьютеры, и уже НРО, кстати, в 52-м году появился, а у нас пели Уплеты Уроч и ННО. Интересно бы было городу, это 200 тысяч населения, Малюсень, и побывать сейчас, вот это все равно, что я говорю, на другой планете. До встречи в 53-м году. Да, спасибо, на сегодня разговор завершен, эта программа сделана на ветке. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея Вятского госуниверситета, ну и следующую передачу нашу слушайте. По нашему графику через две недели в пятницу в 13.00. Спасибо.